Здравствуйте! Это программа Актуальный Разговор. Меня зовут Анатолий Никитин. Сегодня, 9 мая, в День Победы, мы, естественно, посвятим выпуск этому празднику, а конкретно поговорим о том, как память о Великой Победе хранят представители юного поколения. А сейчас я хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это первый заместитель, руководитель регионального отделения Движения Первых Алла Кондратьева. Здравствуйте! Здравствуйте! И с праздником вас! С праздником вас, с Великим праздником, который поистине празднует вся страна. К этому празднику всегда готовятся у нас заранее, но вот сегодня мы будем говорить о том, как юное поколение готовилось к этому празднику. Я знаю, что участники Движения Первых активно участвовали в подготовке и проводили целый ряд мероприятий. Давайте вы нам сегодня все об этом расскажете. Ну, сначала в общих чертах, а потом уже разберемся по порядку. Ну, наверное, можно некоторым еще рассказать, что такое Движение Первых, потому что здесь это достаточно юное движение в России, созданное по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И движение, которое объединяет детей и разные детские, молодежные, общественные объединения в целях и воспитания, с одной стороны, юного поколения, с другой стороны, гражданского участия в жизни общества. И, конечно же, в жизни, когда общество готовится к памятным датам, каким является 9 мая. И вот за прошедший год, а движению всего в республике один год, во всех муниципалитетах республики были созданы Советы Первых. Это такие инициативные группы ребят. Они работают по разным направлениям. Всего у Движения Первых 12 направлений, где есть одно направление, которое называется патриотизм и историческая память. Служу Отечеству такое название у этого направления. И, соответственно, ребята в рамках 12 направлений осуществляют свою деятельность. Ну и, конечно, преддверии 9 мая все больше уделяют внимание этому направлению. Но, если сказать честно, участники Движения Первых, они уже помогали ветеранам, пожилым людям и в течение зимнего и осеннего периода. Поэтому, наверное, их забота о старшем поколении – это то, что, мы надеемся, за прошедший год начало входить у них в поивычку. Они действительно всегда с инициативами здесь выходят сами. И в преддверии 9 мая, конечно же, поздравления ветеранов, помощь им на тех придворовых участках, где у них есть и необходима помощь где-то. Ребята делают свои концерты. Ну и от федеральных акций всероссийских, к которым ребята присоединяются. Это одна из акций «Окна Победы». Она многим знакома. Она действительно по городу создает такой праздничный настрой, когда вы в окнах видите символы 9 мая, которые дети сами туда нанесли. Каждый по-разному. Кто-то разрисовывая гуашью, кто-то вырезая из бумаги и приклеивая на окна. Это, кстати, можно делать каждый. Еще не поздно, ведь сегодня 9 мая можно со своими детьми украсить окна вашей квартиры, вашего дома праздничными символами. Ну, также есть у нас акция «Классика Победы». Она отдельно ведется сообществом школьных и подростковых театров. Наверное, мы сейчас поподробнее об этом расскажем. Ну и, конечно же, ребята в преддверии 9 мая много внимания уделяли участникам специальной военной операции. Это наша акция «Письмо солдату». Ну вот давайте подробно сейчас остановимся на акции «Окна Победы». И предлагаю вначале посмотреть небольшой ролик о том, как ребята готовили украшения. Ну вот видели, как украшают. Там вообще были какие-то, существуют какие-то стандарты, ограничения, то есть как вот украсить преимущественно, на что сделать упор? Или вот главная тематика и вот постарайтесь просто передать вот атмосферу праздника? Творческий полет фантазии. Кто как чувствует, наверное, здесь. И тут зависит от того, что дети, ребята, которые учатся в начальной школе, у них одно представление об украшении окон своих классов. У ребят постарше иногда может быть другое, более молодежное. Но еще очень важно, что ребята для старших классов за это время очень много провели мастер-классов для ребят из младших классов, где вместе с ними украшали, а это формирует такую все равно историю наставничества, дружбы между классами. Это то, к чему стремится движение первых, когда старшие наставники советов первых становятся такими друзьями, некими вожатыми для орлят России. И ребята с первого по четвертый класс участвуют в этой программе. И, конечно же, здесь это делают все вместе. То есть мы видим, что как раз дети занимаются, и ты еще получается и совместный труд, и создаешь что-то сам, и параллельно готовишься к празднику. То есть сразу несколько целей и задач выполняются. Да, конечно. Ну и когда ребята, например, делают определенные фигуры, рисунки, наставники, педагоги, ребята из Совета, в первых, очень часто рассказывают им о том, что эти символы. Например, что значит один из символов как раз «Окон памяти» — это вечный огонь. Что значит вечный огонь? Где он находится, как бы тот, который в стране. Когда у нас, например, минута молчания 9 мая традиционно проводится? Что такое георгиевская лента? Поэтому здесь это такое, с одной стороны, творческая акция, с другой стороны, и познавательная для ребят помладше. А вот если мы говорим про окон, то есть все-таки, мне кажется, в небольших городах, где и улицы поменьше, и дома, может быть, пониже. Там все это более заметно, а вот в больших городах, на больших домах не так все это заметно. Какие-то, может быть, варианты были, большие изображения делали, чтобы действительно вот эта картина большая составлялась. Или вот, как вы уже говорили, украшали классы, и вот за счет этого достигался вот этот эффект, потому что мы знаем, что в школах большие окна, и все вот это более становится заметно. Как вот с этим моментом быть? Потому что гирлянду вот мы в Новый год повесили, все это видно издалека. А здесь вроде бы дети стараются, но может издалека-то не увидеть потом. Ну, может быть, здесь и суть этой акции, что видите в приближении, когда гуляете мимо. Вот сегодня вы пойдете, наверное, куда-то на улицу на празднование, и проходя мимо школы, молодежного центра, подросткового клуба, чего-то дома, вы увидите то, что там живут ребята, которые тоже присоединились к акции. Это, конечно, очень трепетно, классно. Ну и на самом деле, когда вы уже знаете об этой акции, гуляете по городу, вы больше ее замечаете. И начинаете как раз искать в окнах. Да, конечно. А какие районы наиболее активно себя, может быть, проявили? Потому что, да, все стараются, но всегда кто-то, может быть, вот, ну, так получается, проявляет себя больше. Не могу здесь сказать, мы вообще не склонны говорить, кто больше, кто меньше, потому что у нас очень разные советы первых. Есть крупные города, Казань, набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Есть малые сельские поселения, но это никогда не значит, что у одних что-то больше проходит, у других что-то меньше. Наоборот, иногда в малом сельском поселении ребятам удается вовлечь не просто всех ребят этого сельского поселения, но и всех родителей, всех воспитателей, которые у них есть. И получается по-настоящему такое семейное сообщество, которое, собственно, и формируется движением в год семьи. Оно у нас, так называется, очень тепло. Родные, любимые. И родители на самом деле здесь присоединяются к ребятам в движении, видя их активность или, может быть, видя активность своих подруг и друзей, которые вместе со своим ребенком уже тоже в движении первых. А вот вы как раз сейчас говорили про родителей. Знаю, что в рамках тоже подготовки к празднованию совместно с родителями читали стихотворения, строчки, отрывки из литературных произведений о Великой Отечественной войне и ставили спектакль патриотической направленности. Вообще, насколько активно во все это действие вовлекаются родители? На самом деле очень активно. За последний год нашей работы с движением первых мы увидели, что когда дети приглашают своих родителей, родитель делает это искренне, по-настоящему с радостью, потому что особенно когда ваш ребенок растет, он становится подростком, у него становятся свои друзья, он все равно чуть дистанцируется от своего родителя. Родителю особенно интересно, когда его куда-то приглашают. И поэтому, например, наши семейные фестивали имеют очень большой отклик, особенно у родительского сообщества, которые говорят, наш ребенок наконец-то нас пригласил на какой-то мастер-класс, который он ведет со своими друзьями, и я это увидел. Это было по-настоящему тепло. Если говорить о стихотворениях и песнях, это называется акция «Классика Победы». С того года запущен большой проект, он называется «Школьная классика» по детским и подростковым школьным театрам, где ребята ставят свои постановки. Это в рамках того уже созданного, пусть, может быть, где-то небольшого, но растущего сообщества, ребята присоединяются, рассказывают любимые стихотворения о Победе, поют любимые песни, и, конечно же, делают это иногда всей семьей. Но получается, что у нас все-таки было так, что родители прививают детям память о Победе, а здесь как бы еще такая дорога за двусторонним движением, что здесь дети, которые находятся в условном движении, и как раз готовятся к празднованию, они еще теперь сами вовлекают родителей. Конечно. Они, например, есть у нас ребята, которые проводят мастер-классы, приглашают туда родителей. Есть, когда они очень по-особенному делают символику ленты, с георгиевской лентой, чтобы, ну, сейчас модно, и многие вносят по городу такие праздничные ленты, которые еще с таиколором флага России связаны. Поэтому здесь у них разные мастер-классы и площадки. И тут на самом деле кому что больше нравится. Кто-то стихи читает, кто-то песни поет. И это прекрасно, потому что сообщество, оно может быть очень разным, и сказать, что во всех 45 муниципалитетах оно проходит одинаково, это на самом деле не так. Ну и важно сказать об инициативах наших ребят. Совсем недавно, в феврале, у нас есть руководитель направления, лидер направления патриотизма и историческая память, Настя, она предложила на Координационном совете движения, говорит, а давайте мы сделаем коробки движения на парадах победы в городах и сельских поселениях республики. И вот за такое короткое время ребятам в пяти муниципалитетах республики, ну, здесь, наверное, самое масштабное, стоит отметить, набережные челны, действительно сформировали коробки движения первых, которые торжественно сегодня прошли по площадям наших городов, где ребята из движения, и более того, мы скажем, туда был конкурс, ребята отбирали тех, кто наиболее заинтересован и готов больше времени уделять подготовке, чтобы шагать в строй очень подготовленно и держать марку движения первых. Но говоря как раз об инициативах, тут стоит обратить внимание, что здесь, опять же, это не на исполнение, а здесь вот с учетом того, что это совет первых, это детское самоуправление, то есть ребята молодые проявляют сами себя, здесь как бы инициатива, ну, можно так сказать, снизу, но на самом деле вот со стороны самого юного поколения. Ни одна детская организация не может быть искренней без детского самоуправления, и здесь мы, те, кто в движении более старшие для них, мы для них помощь, мы всегда стараемся поддержать их инициативы, а уже сами ребята, у нас есть формированный совет, нет первых, есть председатель совета, Камила, ее выбирала вся республика, они соревновались, рассказывали о своих планах, и на самом деле сейчас в каждом муниципалитете это активная команда, и понятно, они немного иногда соревнуются, ездят друг к другу, чтобы смотреть, а кто, как и что организовал, чтобы, конечно, обмениваться опытом, но если при честном с ними разговоре, им всем хочется, чтобы их идеи были реализованы в их республике, в их сельском поселении, и действительно, когда у них что-то получается, что-то у них меняется, они видят, пусть даже это иногда небольшое окно, но оно символизирует праздник, или это какая-то площадка, активность на 9 мая, которую они проводят сами, и это действительно формирует такое сопоичастность, очень важную, которая, поймя и взросление, и роста, она будет усиливаться, и, конечно, чем больше человек, тем больше будет его свершения, мы в этом убеждены. Ну вот возвращаясь к разговору о творческой подготовке, к празднованию 9 мая, когда читали стихотворение, участники движения первых, я предлагаю посмотреть одно из выступлений, Буинский район, стихотворение Мусы Джалиля, Козыл Ромашка, небольшой отрывчик. Ну вот небольшой отрывок, то есть выступали дети, то есть их очень много, этих выступлений, ну вот мы только одно смогли посмотреть, а где все эти выступления потом, то есть вот они сейчас записали, как все это вот хранится? Здесь важно сказать, что это не конкурс, это именно такой как бы общий порыв сообщества, чтобы показать, наверное, такую главную мысль, которую, собственно, через хэштеги, через этот хэштег вы можете найти все выступления, они называются «Первые помнят». Первые помнят Великую Отечественную войну, помнят подвиг своих предков, и где-то, несмотря на то, что «Бессмертный полк» в этом году не проходит в классическом его проявлении, но через стихотворение, через как раз такие же рассказы о своих предках и их подвигах, они действительно стараются информационно сохранить, для себя сохранить. Ведь когда вы учите, готовитесь к тому, чтобы прочитать стихотворение, вы изучаете историю, то есть стихотворение, кто его написал, почему написаны те или иные строки. То же самое, когда вы пишете о своих бабушках, дедушках, прабабушках, уже где-то даже прапрабабушках и прадедушках. Вот, вы на самом деле еще больше узнаете об истории своей семьи. Конечно, когда ищите эти факты, ищите истории, общайтесь со своими родителями, бабушками, дедушками, чтобы действительно в семье вот такая сохранялась историческая память. Потому что когда мы говорим о исторической памяти, наверное, всей страны, это еще и историческая память каждой семьи, которая действительно важна, и поэтому это такой праздник очень семейный и очень важный для каждого. Но вот вы отметили, что все эти выступления это не конкурс, то есть это не ради конкурса. Понятно, что никто с кем тут не соревнуется, это искренние проявления, но какие-то вот, может быть, награды или какие-то вот, может быть, отмечали самых активных, кто, может быть, запомнился, особенно себя проявил. Конкретно в этих акциях у нас такого нет, честно, но у нас есть история мотивации для наших участников, каждый получает различные и значки, и символику движения первых, ну и, конечно же, ребята сами отмечают друг друга, вот, например, совсем скоро, при 2 и 1 июня, ребята посетят Всероссийский форум, который пройдет на выставке «Россия», который проходит в Москве, и вот даже совет первых, они говорят, «Давайте мы составим список тех, кого мы хотим поощрить, потому что они были активными». То есть это не за какое-то одно стихотворение или там, может быть, украшенное окно, а это за комплекс работ, команды, все-таки ребята работают в команде. Даже вот записать одно стихотворение, его же один читает, а другой записывает, операторская работа там сзади стоит, другой, может быть, монтирует этот ролик. Поэтому любая активность такая, которую ребята делают, они все равно про команду, про совместную работу, и это, наверное, еще больше помогает им в дальнейшем вместе развиваться, вместе, где-то вот сейчас они 11 класс, сдают экзамены, поступать вместе, поэтому мы уверены, что у них таких активных, таких добрых, все обязательно получится. Продолжая тему активности, вы как раз в начале программы упоминали по поводу помощи ветеранам, то есть в рамках подготовки к празднованию и в целом по ходу года. А в чем заключается помощь и как вот определяется, потому что чем-то могут помочь дети, чем-то действительно справиться по быту или еще какие-то вещи, где-то потребуется помощь старших. Как все это происходит? Здесь в сообществе движения на самом деле очень разные ребята от первого класса, второго класса до одиннадцатого и студентов колледжа, которым уже 23-24 иногда года, и поэтому здесь именно за счет сообщества они по факту могут сделать все. Кто-то приходит и говорит, давайте мы посидим, поговорим, чай попьем, и это иногда очень важно старшему поколению разделить воспоминания и вообще разделить время вместе с ребятами. Другой говорит, давайте я вам дрова наколю, давайте я вам что-то посажу, пока правда холодно, но вот тоже ребята помогают, и у многих уже сформировалось то, что они на регулярной основе помогают, это иногда формируется за счет близлежащего проживания людей, то есть они говорят, а я знаю, что в моем подъезде есть ветеран, или со мной на соседней улице живет ветеран, я обязательно пойду и помогу. И также стихийно, кто знает, это и песни около дома ветеран, кто-то, я петь могу, поэтому сказать, что это какой-то один рецепт, наверное, его нет. Каждый делает так, как он чувствует, и мне кажется, в этом и искренность акции движения первого. То есть как раз вот это взаимодействие, кто-то заметил, другим сказал, подтянулись, условно такое вот, как вы и говорили, командные действия. Да, обязательно. Ну и надо отдать должное, и большое спасибо наставникам, потому что ребята всегда обращаются за помощью наставников, и здесь наставников может быть учитель, может быть родитель, может быть сотрудник движения первых, но вместе у них обязательно все получается, они вместе изучают историю, кто-то устраивает квесты по паркам, чтобы ребята, переходя даже по парку Победы, в интерактивной форме узнавали, а что там за памятники стоят, какая боевая техника стоит. И это они делают сами, не потому что их кто-то попросил, или это какая-то, например, акция, которую делают все, они говорят, нет, в нашем муниципалитете вот сегодня солнце светит, и мы обязательно это сделаем. Кто-то делает, например, викторины, и таким образом вовлекает ребят, кто-то делает гитарники с песнями военных лет, поэтому очень разные форматы празднований, главное, чтобы каждый из ребят находил себя в этом праздновании, для нас это тоже важно, потому что мы все-таки сообщество, которое еще и помогает ребятам находить друг друга и быть в сообществе, находить друзей, находить наставников, поэтому очень разные форматы. Ну и самое главное, что это все не разово, не только к празднику, а все это остается. Конечно, мы уже готовимся к Дню Семьи, который совсем скоро, а дальше будем готовиться и к Дню Защиты Детей, и к Дню России, поэтому здесь у ребят постоянно есть истории такого вовлечения. Они, правда, не забывают учиться, мы обязательно об этом напоминаем, но здесь ребята очень включаются в работу. Ну вот о сегодня, 9 мая, в День Победы, мы как раз говорили о том, как память о Великой Победе хранят представители юного поколения. Говорили мы об этом с первым заместителем руководителя оригинального отделения Движения Первых Аллой Кондратьевой. Еще раз вас с праздником, всех с праздником, с 9 мая, с Днем Победы. А меня зовут Анатолий Никитин, вы смотрели программу «Актуальный разговор». Оставайтесь на телеканале «Татарстан-24». До встречи.